Всем привет, дорогие друзья, и с вами Хайп Хаус. Сегодня мы отправляемся в сложное путешествие. Мы будем подниматься на гору. Давай, впереди 2000 метров. Прямо сейчас вы заходите в комментарии и начинаете делать ставки. Кто заноет первый и кто первый заберется на гору все же. Давайте, давайте прямо сейчас быстренько, быстренько пишем. Я думаю, что, конечно же, я буду первая. Посмотрите, какой у меня лук, лучок, чесночок. Я на грани истерики, клянусь. Конкуренции тут никакой нет, у нас не соревнования, у нас чисто дружеский процесс. Мы команда, ребята, если бы не забыли. Кстати, у нас вот гости специальные. А, мы не представили, мы не представили. Аслан и Павел Дворецкий. Они решили разделить это нелегкое путешествие с нами. Кай-ка-у-су! Она чуть не убила всех этих спалок. Ой, честно говоря, мне уже не так эта идея, в принципе, нравится. Меня заставили. К вашему вниманию картина «Черный квадрат». Это одна из самых обсуждаемых картин в мире, потому что на ней изображен черный квадрат, и он черный. Говорят, если долго смотреть на черный квадрат, то можно увидеть. Кажется, у вас там что-то интересное? Может быть, нам всем? Может, ну, просто мне расскажете. Не хочу обидеть вас и ваш квадрат, но да, реально интересно. Это мобильное приложение Тинькофф Банка. В нем очень много всего. Тут, например, можно купить билеты в кино, театр или на концерт любимой группы. Здесь же можно забронировать столик в модном кафе или купить авиабилеты и забронировать отель. И за все это еще и получить хороший кэшбэк. А чтобы насладиться всеми преимуществами приложения, нужно оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк с крутым кэшбэком рублями. У карты бесплатное обслуживание для школьников и студентов от 14 до 22 лет. Даже когда вам будет больше 22 лет, пользоваться картой вы еще сможете бесплатно, если оформите ее сейчас. Карта в лимитированном дизайне от художниц будет вашим личным произведением искусства. С ней ежемесячно можно выбрать 4 категории трат и получать по ним до 15% кэшбэка, а за покупки по предложениям партнеров до 30%. И правда интересно, нужно скорее попробовать. Правильно, Тинькофф, он же как искусство, им нужно наслаждаться. Поэтому советую перейти по ссылке в описании и оформить карту Тинькофф Блэк. И наслаждаться. Искусство. На самом деле хотели только что тут искупаться, но приняли решение не делать это, так как здесь очень много лягушек, но не то, чтобы мы их боимся. Но очень глинистое мы. Спустя ровно минуту нашего путешествия будем уже все в полной грязи. У нас так получается, что все девчонки идут первыми, а в конце пацаны. Мы идем где-то минут 10-15. У меня немеет верхняя губа. 6 часов еще впереди, обалдеть. Мы справимся, ребят, мы живем один раз. Представьте, как вы будете рассказывать эту историю детям, внукам. А внуки внукам. Если мы сейчас не остановимся, у нас не будет детей. Ну это второй вопрос. Нужна аффирмация. Мы обязательно заберемся и что-то получим за это. Монотонно, монотонно. Мы должны дойти до этого и вершины. Я чувствую себя хорошо. Пульс учащается. Но пока нормально. Так, ребят, нам надо поднять боевой дух как-то. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. У меня предпочитает песенку поем. Но виды, конечно, просто завораживающие. Оператор говорит, что сверху скоптера съемка просто потрясающая. Ну, смотрим тогда. Ну это круто. Еще одно испытание. В жизни ради таких моментов, как я уже и говорила, стоит жить. Так что, ребят, если вы сейчас лежите и смотрите этот ролик, то вставайте, идите в поход. Смотри, какой. Свет. Друг. Друг, уходи. Я думаю, что мне к ноге прицепилось. Хочется пить каждые пять секунд. Но это последняя вода, которая у меня осталась. Что ты думаешь об этом? Энтузиазма вначале у меня было больше. Ребят, мы теперь не так заряжены. И не так энергичны, как ранее. Буквально четыре дня назад я очень сильно ударилась коленкой. У меня она до сих пор болит. И стояла дата этих съемок. Я сделала МРТ. И вообще мне сейчас нежелательно ходить. Ну что поделать? У меня нет мозгов. Что-то у меня уже нет сил даже, чтобы разговаривать. А прошло всего 30 минут. У меня по-дурацки как-то сердце бьется очень быстро так, что я его слышу у себя в голове. Как оно стучит. Мне некомфортно от этого. Голова кружится. Но я иду просто как обычно. Просто вот туда-сюда мотает. И сердце вот опять как тогда. Валь, ты как? Мне через каждые 50 метров хочется пить. Давайте 10 секунд нытья. Все, идем дальше. Нам открыли такой же секрет. У нас ориентир не вот там оказывается, а вот там. То есть мы должны обогнуть. Обогнуть вот так все. Короче, нам идти наверх 2 часа еще. И потом еще спускаться дотуда 3. Слушайте, ох, поперла нога сразу. Реально, мы чисто заправились. Да нормально. Слушай, я прям тут зарядился, пока мы отдыхали. Что-то так. И посмотрел, так чуть-чуть осталось. Она вообще сказали, что вот вон туда нам идти. А мы идем вон туда. А как-то, ну, может сразу туда, блин. Как будто нелогично, да? Как-то странно тоже. Ну, мне сказали, я пошел. Все, пока. Берите хорошую, удобную обувь, одежду подходящую моменту, воды побольше, утренние пробежки не помешают. Ну и хорошее настроение. Так, ну там что-то стряслось. И я вижу, что Сони не хватает. Она переобувается. А я вижу, носилки распадывают. Она переобувалась. И решила не идти с нами. Соня не будет сдаваться. Соня молодец. Пока есть время посидеть, нужно посидеть. Да. Я столкнулась с первой проблемой. У меня начали сильно натирать ноги. Прям больно. Я приклеила пластырь, но это не помогло. Я не знаю, в чем проблема. Эти кроссовки мне никогда не натирали. Знаете, ребят, я бы сейчас не холодной воды выпила. Я бы сейчас выпила фреш-бар холодный. О, кстати, тема реально. У нас бы появилась энергия сразу. И мы бы полетели вверх в горы. Мне кажется, было бы легче. Было бы легче идти. У меня очень сильно стучит сердце. И у меня сдавливает мозг почему-то. Я очень боюсь, что у меня будет солнечный удар. Короче, ребят, чем выше мы поднимаемся, тем как будто бы становится прохладнее ветерок. Но все равно жарко. Мы очень отстали от ребят. Ну не сильно, но и так подотстали. Страх, что я сейчас оттуда просто полечу. У меня болит вот тут. Периодически закладывает ушки. У меня давление. У меня, видимо, траблы какие-то с давлением. Темнеет в глазах, кружится голова. Я думаю, часто у многих такая тема. У меня, короче, сердце сильно фигачит. Так что я его как будто слышу в ухе у себя. Сейчас буду писать в комментариях, что я ною, но я не ною. Смотрите, я иду, наблюдаю вот такие красивые виды. И я делаю фокус на задней горе. И когда я делаю фокус на задней горе, мне кажется, что не я иду, а гора плывет. Потрогай сердце. Да, просто сердечко херачит. Но у меня так же. Возьмешь палку, мне она мешает только. Мешает. Ты такая красивая. Ну, я думаю, потому что у меня солнечная. Да. Я шучу. Невероятно красиво. Посмотрите, как Господь создал все прекрасно. Иногда смотришь на это и думаешь, ну, невероятно просто. Вот, обожаю такие поездки с хайп-холосом. Вань, прыгай. Примерно настроение такое, если честно. Очень красиво. Соня у нас вообще бодрячком. Мне вообще как будто легче стало, друзья. У вас кружилась голова? Вот вы смотрите, и кружится голова. То есть ты как, живая? Да. У меня что-то типа ОБ, да? А на обед у меня сэндвич. Сыр, ветчина. Сейчас буду кушать. Фильм «Соня и насекомые». Это вообще отдельный вид. Уйдет! Я уже съела банан и сейчас кушаю орешки. Так, у меня есть банан. Вот такие печеньки. Одну печеньку я уже съела. Они очень вкусненькие. Мне очень понравилось. Орешки. Яблочко. И такие бутерброды. Там, где я родился, этот сухпайок, который давали с собой, называли тормозок. Почему это... Пускай подписчики напишут внизу. У многих так, кстати. Так, ребята, энтузиазм не теряем. Руки в ноги и пошли. Белый снег сияет цветом, черные глаза. Осень повернется летом. Ёпта! Околдован я тобою. Пошли, первые таблеточки. А что происходит? Нога болит. Чего? Не надо меня эвакуировать, я дойду. У меня просто немного болит нога. Все нормально. А, блин. Меня как будто кто-то ужалил. Там змея вот здесь, бро, аккуратно. Где? Вот тут. Ну вон она, блин. Ну быстрее обходите ее. Это п***о. Я когда-нибудь врал вам? Так, что-то первое. Фрося, фрося! Да п***о. Представьте, как прикольно было бы здесь жить. Просто где-то взять, домик поставить посередине вообще просто. Нету никого вокруг, ни интернета, ничего. Я не знаю, как так можно жить, конечно. Но чисто представить как-то так сказочно. Сказочную жизнь прикольная иногда. Вдали от цивилизации. Че думаешь, брат, ты бы смог так жить? Я нет, а ты? Да я тоже нет. Катюха, насколько удобно мне идти с этими палками? Я просто не знаю, как без палок. Потому что я без палок ни разу не ходила. Я вообще, в принципе, первый раз еду в гору. Но с палками удобно. Любит, не любит, любит, не любит. Любит. Я так и знала, что бывшие меня все-таки любят, а не свою жену. Ребят, мы сейчас на привале, немножко отдыхаем. И вокруг нас начали летать и кружить прямо над нами орлы. Вот у меня вопрос. Они что, ждут, пока мы помрем? И хотят нас скушать? Мне такой расклад не нравится. Скоро спуск, но пока что. В моем поле зрения, не только горы, никаких спусков не вижу. У меня учащается сердцебиение, помнишь, что ты говорила? Да. И ты его слышишь в голове? Я прям слышу его в голове. Не знаю, как описать. Два с половиной часа позади. Значительно, значительно трудней становится идти. Ребята некоторые уже сидят, отдыхают. Мне очень сложно. Кто-то меня ждут. Я всегда на грани. Не могу. Нормально, нормально, иду. Нога поди. Я думала, мы сейчас поднимемся и на спуск. Оказывается, там говорят, мы сейчас поднимемся. А потом еще раз поднимемся. У меня голые ноги, и мне может какой-нибудь жук-скоробей, змея, саранча, любое живое насекомое существо на меня прыгнуть. Это будет инфаркт. Нужно что-то предпринять срочно. Наконец-то первая, первая попавшаяся. Ой, первая проигравшаяся. Ребята, я хакнула игру. Я каждый раз так говорю, ради таких, ну, типа приключений, эмоций стоит жить. Надо что-то потерпеть чуть-чуть. Я не говорю ребятам, насколько сильно у меня болит нога прав. Не хочу ныть. Не хочу расстраивать кого-то. Просто терплю, иду. Но сил вообще уже нет. Нет. Каждый шаг дается с таким усилием. Но говорят, что мы сейчас поднимемся, и там будет офигенный вид. Сказали, сейчас будет красиво. Но я птица высокого полета, и меня ничего не удивит. На самом деле в такие моменты проверяется характер. Главное не сдаваться, главное не сдаваться, дойти до конца. Ребятки вообще все молодцы, все красавчики. Идут, идут, борются, стараются. Так, мы прошли тяжелейший отрывок. И сейчас мы должны увидеть что-то супер красивое. Вот за этим бугром что-то нереальное. Ребята сказали, что у нас будет просто фантастическая реакция. Я хочу, я скорее. Офигеть! Реально! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Мы дошли! У нас еще три часа в пути! Это просто фильм! Ошоветь! А как это так? Как так получилось? Как вы так высоко поднялись? Насколько это высоко? Насколько? 1800 метров, и мы на земле, друзья. Я никогда не путешествовала, у меня не было таких приключений и я очень благодарна хайп хаосу, что они дают мне такие эмоции. Возможно это странно, но мне правда была мечта забраться на гору и вот я на ней. И тут так красиво. Я на самом деле в какой-то степени даже восхищаюсь собой тем, что мне вообще многого для счастья не нужно. Сейчас я счастлива. Камерой никак это не передать, кроме как глазами, поэтому ребятки просто представьте, только если вы сами сюда попадете. Вы просто накручиваете в голове, ну плюс 10 и все. Ребят, это невероятно. Просто я даже не вижу экран, я не знаю насколько камера вообще может передать такую красоту, но поверьте на слово. Я даже, я даже говорить не могу. Как тяжело, как тяжело. Немножко все устали, тем более покушали. Мы сейчас выдвигаемся в свой лагерь, там будут кроватки, еда и вода. Ребят, мы вот вон оттуда пришли и вот так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Там сколько? Ну как будто бы мы обошли пол России. Ребят, у нас в Перми, ну откуда родом я, есть надпись прямо на главной набережной, не упади, прямо на главной набережной и счастье не за горами. А в Губахе, между прочим, тоже в Пермском крае, есть надпись счастье в горах. Как раз таки там есть горы и на горах такая надпись. У нас с Валюхой проблема не ушла. Что у нее болит нога, что у меня. Короче, местами сейчас начинаем спускаться. Но спускаться, я вам скажу, в какой-то степени даже сложнее. Потому что тут густая трава и тут вообще не видно, что под ней. И бывают ямки, и можно подвернуть ногу и покатиться кубарем. Меня очень бесит, что трава создает объем, и ты в нее наступаешь, и ты проваливаешься туда. Это вообще ужасно, блин. Кто бы знал, что по высокой траве будет еще тяжелее идти. Вот не понимаю почему, но нет такой усталости, которая была до этого. И мне Саша объяснил такую вещь, что наш человеческий организм привыкает ко всему абсолютно. У меня, короче, низкие кроссовки, у меня постоянно что-то колется в ноги. Это просто невозможно. Нельзя стоять. Только немножко стоишь, и идти дальше не хочется. А у меня очень большой страх. Да, у меня много страхов, не удивляйтесь. Больший страх то, что типа там какие-нибудь жуки-пауки-змеи, мы на что-нибудь наступим, там ничего не видно. Ай, мне попала в ботинок какая-то херня. Самый большой страх для меня это клещи. Если я сегодня в лагере увижу на себе хотя бы одного, это трагедия будет. У меня очень сильно потемнело в глазах. Я сейчас встала такая... Вот. А хочу я домой. Смотрите, ягоды нашли, короче. Подождите, это, наверное, волчи ягоды. Волчи черные. Волчи красные тоже попробую. Волчи черно-красные. Я же попробую. Давай. Кать, нет, Кать! Реально? Ты чё, это же волчи. Ну давай. Серьёзно? Да не надо, да ты чё, блин. Это был последний день Екатерины Голышевой. Серьёзно? Ты думаешь что ли? Ты серьёзно? Да ладно, ладно, угораю, мы тебя спасаем. Я так долго ждала этот момент. Я не знаю. Да на мне сидело четыре паука, я не знаю, они прыгнули. В моменте их стрягивали. Я хочу домой. Я уже говорила про много своих страхов. Но самая большая фобия, то есть если змею я там через силу, не знаю, не полевую конечно, но какую-то смогу взять в руки, то паука никогда в жизни. Никогда. Ни за что. И типа я не хотела плакать в этом ролике. Это всё пауки. У меня уже какая-то я на грани истерики. Клянусь. Мне больно. После привалов становится только хуже. В общем, случилось то, чего больше всего мы боялись. Атит? Ангина? У этого нет конца, ребят. Им всем тяжело. Знаете, очень сложно смотреть на то, как твои близкие люди плачут. Блин, мне уже всё бесит.